Отличный день для дня перемен. Я сегодня вместо дочери иду в школу. Мам, тебе так идет школьная форма. Может, и не украсим твоей любимой брошкой? Давай украсим. Ручная работа, как-никак. Меня зовут Наталья. Я работаю в санаторию Чувашия Курорт. У нас есть там мастерская. И в ней мы лепим из глины за гончарным кругом, рисуем, делаем роспись по ткани. У меня два высших образования – экономическое и психологическое. Я долгое время работала менеджером по продажам на крупном предприятии в Чебоксарах. Потом в какой-то момент получилось так, что я, наверное, устала. И я ушла. И теперь я занимаюсь творчеством. Это мне приносит удовольствие в жизни. То есть ты каждый день видишь счастливые лица людей. Меня зовут Вика Цепелева. Я ученица восьмого класса. И сегодня настал, наконец-то, тот день, когда я высплюсь. Ну, а вообще я очень увлекающийся человек. Я занималась во многих сферах, во многих кружках. Я плела и вологодское кружево, и играла на ложках, и занималась танцами, хоть народными, хоть спортивными. Но сейчас я остановилась на журналистике и стараюсь усиленно изучать английский язык. Почему я решила участвовать в этом шоу? Я хочу сказать о том, что если ты можешь сделать для своего ребенка что-то, сделай. Так, мам, смотри. Сегодня у тебя физкультура, вот тебе форма и учебники. Так, ну не преувеличивай. Сегодня их не так много. И не забудь, пожалуйста, что у тебя после школы журналистика. Кок. А с тебя вкусный ужин. Дорезать мой свитер. И в три часа не забудь тебе надо на работу. Все, давай, пока. Пока, мой хороший. До вечера. Давай. Так, пока. Вот так просто наши герои поменялись ролями. И пока Вика погружается в сон, ее мама погружается в мир английского языка. Пожалуйста, Наталья. Что я должна сделать? Попробуй читать. Попробуй читать этот шаппер. Да. Джеймс Бонд. Фэмус. 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 Станц. 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 Мне так стыдно, потому что я даже не могла прочитать даже. Я ничего не поняла, чего я прочитала. Не. В общем, Вика занимается у меня английским языком с пяти лет. И когда мне что-то надо, я, соответственно, зову ее. Я говорю, Виктория, давай уже знания свои продемонстрируй. Соответственно, она мне все переводит и все. И я обленилась. Я этим не занимаюсь, честно. У меня шестидневка и у меня есть один единственный день, чтобы поспать подольше. И сегодня, среди недели, выдалась тоже такая возможность, чему я очень рада. Потому что, действительно, иногда мне не выдается выспаться из-за того, что уроки, домашние задания, кружки всякие. И приходится ложиться поздно. Любая мама не упустит возможность узнать больше о своем ребенке и его друзьях. А вообще, Вика со всеми дружит в классе? Ну, общается, конечно, со всеми. А так у нее есть. С фаборитой? Да. Я даже одну знаю. И это Арина. Подруга Вики решила пересесть поближе к ее маме. Да, иногда школьники самовольничают. Вика, привет! Надеюсь, все будет хорошо. У нас экономика. Скоро раздадут нам самостоятельно. Я боюсь. У нас с Викой двойки. Да. Ну, я не буду ругаться. Я говорю, я же не знаю. И вообще, я считаю, родители, не надо следить за этими дневниками. Меньше знаешь, крепче спишь. Самое главное, что принес в конце четверти. В школе нельзя сильно краситься, но сегодня тот самый день, когда я могу оторваться и накраситься просто всей косметикой своей и быть самой яркой. Классы в первой гимназии профильные. Есть гуманитарный, математический, а вот восьмой Е – социально-экономический. Сегодня на уроке экономики ребята изучают функции денег. А у Натальи первое образование как раз экономическое. Мы можем денежными средствами оплатить, соответственно, например, там, коммунальные услуги, транспорт можем оплатить. Можем оплатить покупку в магазине. Что можем еще оплатить? То есть конкретно в какой момент у нас деньги играют эту роль? В тот момент, когда мы что делаем? Оплачиваем. Расплачиваемся. То есть вот мы на кассе протягиваем, да, кассиру наличные деньги. Или же что мы делаем? Прикладываем карточку. В этот момент деньги играют эту роль. Виктория сказала, что тетрадь в экономике находится у нее в раздевалке в пакете. Надо было мне ее взять и прийти на урок. Но я забыла, к сожалению. Поэтому я писала вот листочки. Но мне придется этот листочек разгладить, объяснить Вике новую тему. И чтобы она все это дело записала. Чтобы у нее не было пробела в экономике. Вообще так сложилось в нашей семье, что каждый отвечает за какое-то свое коронное блюдо. Папа, например, у меня всегда готовит рыбу. Он ее и сам и ловит, потом чистит и готовит. Ну, мама отвечает за основные блюда. А я просто экспериментатор и пробую постоянно рецептики какие-то в интернете. Коси, Коси, Коси. Кто это? Зерни-зерва. Кто это? Кто это? Кто это? Это из аниме. Зерни-зерва. Здорово ты ходишь заниматься, художка? Ну да. Молодец. Нет, мне надо стирать. Нет, смотри. Надо? Точно? Для тебя не удалось стирать. Нет, вообще... Полностью? Да, да. Да, лучше бы переодеться, если чем урок. Следующее задание мамы – вязание. Вот тут-то и возникли сложности. Я расстроена. У меня ничего не получилось. Я ведь помню, что мы пытались это делать еще в прошлом году на технологии, и у меня все получалось. А сейчас вот не практиковалось год, и все забыла. И сейчас даже не помню, как спицы в руках держать. Наконец-то можно выйти из класса. Спасительная физкультура. Руки у нас параллельно полу. На раз мы делаем глубокий вдох. Вдох делаем носом. На два выдох. Вдыхаем любовь. Да? Выдыхаем благодарность. Раз. Два. Дыхательная гимнастика сейчас особенно актуальна в наш сегодня непростой период, скажем так, пандемии и болезни после коронавируса. Поэтому мне очень понравилось все, очень все хорошо. Я хочу сказать, слава богу, что сегодня не было лыж. В школе я их ненавидела. И у меня была договоренность с моим тренером, что если он меня будет заставлять ходить на лыжах, я ему не побегу стометровку. А стометровку я всегда отлично бегала. Поэтому на лыжах я не ходила. Вика решила отправиться на работу пораньше, чтобы потренироваться и достойно встретить посетителей. Вчера мама мне дала кучу советов, как правильно сидеть за гончарным кругом, какие правила нужно соблюдать, что нужно обязательно мочить руки, потому что с глиной просто нельзя работать сухими руками. Но почему-то все равно у меня не получилось лепить, и все равно произошло то, что произошло. Ну все. Минус, который я обнаружила на первом этапе, это грязные руки. Когда тебе хочется почесать лицо, там ответить на телефон, ты просто этого не можешь сделать быстро. Ну, либо иначе ты и все вокруг тебя будет в глине. А вилочек нет? Там, если хорошо поискать, можно найти вилку. Да? Я хочу вилочку. В общем, хорошо поискать. Сказали, можно найти вилку. Да? А, в школе только ложечкой, значит, едят. Ну что, буду тогда есть салат по-гречески. Мне, конечно, как взрослому человеку было очень сложно есть ложкой мяса. Ну, хочу сказать, что дети, наверное, адаптированы к этому, скорее всего. А так сама столовая очень такая светлая, очень чистая, персонал очень вежливый. Так все было хорошо, на самом деле. Ну и вкусно. Хочу сказать, что я наелась. А вообще наедайтесь. Вы вот сейчас кушаете после третьего урока, получается. А съедите шесть уроков. Потом, наверное, опять голодные. Да. Опять бежите сюда? Да. За пирожками? А пирожки сколько стоят? Я пирожка. А что едите еще? Сметаник очень вкусный. Сметаник вкусный? Очень вкусный, мы свекочный. Дорогой? 25. Изделия из глины несколько раз сушат в печке. Процесс этот длительный. Печка работала всю ночь. И теперь заготовки надо достать. Вообще я восхищаюсь теми людьми, детьми, которые приходят сюда и придумывают что-то вообще совершенно новое, креативное. Вот, к примеру, это даже чашка. У нее ручка сделана в виде хвоста, как будто это продолжение кошки. И, ну, я не знаю, как просто можно даже до этого додуматься. Сегодня мы с вами продолжаем тему числовых неравенств. Запишите, пожалуйста, число и красная работа. Это с помощью процесса. Свойства числовых неравенств. Она прошла? Здрасте. Мы после процедуры. Здравствуйте. Проходи ко мне. Привет. Я за кругом? Да, да. Хорошо. Как на педаль нажимать? У меня вот она туда-сюда ездит. Педаль или глина сама? И глина ездит, и педаль. Какую скорость надо выбирать? Ну, выберите для себя удобную, чтобы она была и не слишком быстрой, и не слишком медленной, чтобы вам было удобно. А глину надо переместить ровно на центр, чтобы руки не ездили. Ну, сегодня я хочу сказать, мне повезло, была легкая тема. Поэтому я справилась там. В одном месте, конечно, калькулятор бы не помешал. Ну, вот проблема у нас у всех, конечно, вот складывать и вычитать цифры. Уже мы не пользуемся собственной головой, естественно, пользуемся калькуляторами. Сколько? Подсказывайте. Минус 4,3. Калькуляторы же все время теперь. 20,7 больше чем? В мастерской снова неудача. Причем и у ученика, и у мастера. Не переживайте. У меня тоже, смотрите, что. Браслет. Так, начинаем сначала. Надеюсь, получится у нас лучше, чем в прошлый раз. Это очень развивает мелкую моторику, и это действительно очень интересно, потому что совладать с глиной тяжело. А я вообще удивляюсь, вы вот не шалите, мы вот шалели всегда. Канцелярские кнопки мы подкладывали учителям на стульчик. Нет, учителям не наказали. Води, это так все понятно, потому что мы очень шалили, конечно, в свое время. А еще сначала нужно найти виновника, чтобы наказать. Да, никто не признавался, никто не признавался. Никто не сознавался, и никто не сдавал, естественно. Я обожаю подростков, просто обожаю подростков, потому что с ними легко. Они как те же самые маленькие дети. Их нужно любить, принимать, гладить. И просто я их очень люблю. Мне было легко. Класс замечательный, дети прекрасные. То есть мне было хорошо и комфортно с ними. Гончарство зародилось еще в эпоху неолита, то есть в пятом тысячелетии до нашей эры. Именно тогда люди обнаружили уникальные свойства глины. В четвертом веке до нашей эры придумали гончарный круг, который также крутится и сейчас. Правда, уже с помощью автоматики. И хотя производство глиняной посуды давно поставлено на поток заводами, изделия ручной работы остаются ценными, ведь они хранят тепло рук. Ой, у меня получилось. Я даже не могу вам сказать, что. Но это точно искусство. Наверное, это какая-то пиалка. Очень маленькая. Может, это тарелка для кошечек. Или для собачек. Может, они отсюда будут лакать молочко. Но я на самом деле очень с собой довольна. И я это сделала все с третьего раза. И я горда, потому что не у многих получается с десятого. А тут я села и с третьего слепила. Я старалась уделить внимание и клиенту, и своей работе, и ее. Но у меня все равно, наверное, не до конца это получилось. Из-за того, что я была увлечена больше своей. Из-за того, что мне было интересно самой даже попробовать. И я, возможно, делала это больше даже для себя. На уроке химии очень сложилась странная ситуация. Пришел учитель и сказал о том, что он будет отсутствовать. И ребята должны были сами решить какие-то примеры. То есть он дал примеры и сам ушел. Я вспомнила формулы, например, той же самой соляной кислоты. Что это вот было... Так это несколько странно, потому что химию, конечно, я уже не помню вообще. Ребята благополучно списали ответы у отличницы. Может быть, это был вовсе не урок химии, а урок по сплочению классного коллектива? Девочки, сегодня я у вас буду урок пробовать. В мастерской начинается групповое занятие. Первоклашки такие милые и такие непоседливые. Сегодня мы будем делать вот такую вот птичку. Сейчас я вам раздам кусочку глины и трафарет, и мы начнем. Так. Образование по специальности декоративно-прикладное искусство, куда входит и керамика, в Чебоксарах можно получить в художественном училище или в педагогическом университете на художественно-графическом факультете. Многие учреждения России готовы учить выпускников онлайн. Так, Русская академия ремесел предлагает получить профессию изготовитель художественных изделий из керамики дистанционно. Но для этого придется купить или арендовать гончарный круг и печь. Что дальше? Теперь разгладь все края водичкой. Я скажу, она справляется очень хорошо. Вообще она там говорит, например, там, держите перпендикулярное, шиво, еще что-нибудь. Хотя мы это уже все знаем и по сто раз повторять нам не надо. Всего четыре ребенка, но всем угодить, одновременно всем помочь, ответить на их вопросы бесконечные, это, конечно, нужно уметь. И с первого раза, наверное, у меня тоже не очень хорошо получилось. По соседству с первой гимназией находится Академия искусств. Вика занимается там журналистикой. Тема урока – работа в кадре. Там ваш зритель. Если вы будете смотреть в сторону, зритель подумает, что вы смотрите не на него. И он переключит канал тут же. Позитивно дарим энергию зрителям. Ну и на актуальную тему, кем лучше быть – ребенком или взрослым. Давайте порассуждаем. Начали. Вопрос неоднозначный, потому что ребенком, с одной стороны, быть очень хорошо. Что хочешь, то и делаешь. У тебя куча свободного времени. А у взрослой? Ну, у взрослого все рутина, все-таки работа. Ну, с другой стороны, у взрослого есть деньги. Вот эта работа на камеру и, скажем так, ораторское искусство – то же самое. Это очень помогает, я считаю. То есть ребенок не комплексует, может говорить хорошо. И вообще очень сложно, конечно, смотреть в камеру вот так вот, да, и на вас не обращать внимания, вот такие вертушки там. Большой плюс работы в санаториях в том, что сотрудники могут посещать полезные процедуры. Соляная пещера мигом восстановит силы. Мам, ужин готов. Ну что, подводим в итоге? Как тебе? Ой, ну вообще было тяжеловато. Особенно с малышами. Все от меня чего-то хотели, звали. А у тебя как в школе? Я в школу больше не хочу, Вика. Честно. По химии мы... Была контролюшка, мы все списали у одной девочки. Вот. И учителя меня все пожалели и не ставили мне плохих оценок. Ну а если задаваться вопросом, кем же все-таки лучше? Наверное, я придержусь того мнения, что ребенком быть хорошо. Я рада, что я сейчас подросток еще пока что. И считаю, что нужно ценить момент, в котором ты сейчас. Вкусно, молодец. Можно было немножко соли поменьше положить. А так прям все замечательно. Салатик мне положишь. Салатик. Салатик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»